Спаси жизнь, стань донором костного мозга. По таким девизам в Республиканском онкологическом центре прошла акция, в которой участвовали врачи-онкологи, спортсмены и представители общественных организаций. Основная цель мероприятия – привлечь внимание к вопросу донорства. Репортаж Алихана Лепшокова. При поражении костного мозга зачастую единственным фактором сохранения в жизни человека является пересадка. Поэтому крайне важно найти подходящего по фенотипу донора. Сегодняшняя акция по сдаче крови поможет спасти чью-то жизнь, отмечают представители Национального регистра доноров костного мозга. Особенно важно проведение таких мероприятий на Северном Кавказе. Нужно перебрать 10 тысяч человек, чтобы найти одного подходящего. Так вот, для народов Кавказа, для пациентов Кавказа, эта проблема особенно актуальна, потому что речь идет о генетической совместимости. Доноры и пациенты должны быть совместимы на генетическом уровне. Каждый желающий мог прийти и сдать кровь. Вначале нужно заполнить анкету согласия быть донором с указанием своих персональных данных. Так, координатор федерального проекта «Трезвая Россия» в Карачаево-Черкесии Азамат Кубанов вместе со своими друзьями-спортсменами принял участие в данной акции. Доноры уверены, что это небольшое дело, возможно, окажет помощь в излечении рака крови. Ведь шанс встретить своего генетического близнеца – один из 10 тысяч. Я думаю, это гражданская ответственность каждого. Если мы можем чем-то помочь своему ближнему, нам надо помочь. Подобные мероприятия имеют очень большую социальную значимость и важность, потому что огромная смертность людей по России происходит именно из-за того, что отсутствуют доноры. У многих сложился такой стереотип, что забор костного мозга – это что-то опасное. На встрече подчеркнули, что это очень даже безопасно. Единственная процедура может занять некоторое время. Поэтому очень важно иметь больше доноров в регистре для оказания необходимой помощи. Алихан Лепшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия.